Представьте себе, что одно инженерное решение помогало бы вам сократить время строительства, сократить затраты на это строительство, уменьшить стоимость земли, увеличить скорость водовую эксплуатацию нового здания. То есть помогало бы вам зарабатывать больше и быстрее. С вами Анатолий Матвеев, основатель компании LT Group Первый Центр Отопительных Решений, и вы на канале Лаборатория Тепла. И сегодня я расскажу вам именно об этом решении. На примере трех объектов, на которых мы его успешно реализовали. Это три больших коммерческих здания. Одно, торговый центр Клен в Апалихе. Второй объект, это жилое здание с коммерческими площадями на первом этаже в Яхраме. И здание под магазин Перекресток на трассе Москва-Санкт-Петербург, недалеко от Химок. У всех этих объектов есть один большой недостаток. У них нет возможности подключить газ. Вернее, когда продавали, конечно, говорили, что есть, но только это будет достаточно сложно. И собственники, вкладывая свои деньги в эту землю, понимали, что им придется столкнуться с решением этой проблемы. Однако все они и не собирались подключать газовое отопление, потому что они знали про пеллетные котлы и хотели подключить пеллетное отопление. Пару слов про пеллетный котел. Это котел, у которого рядом стоит бункер, который дозировано маленькими порциями, с бункера подает гранулы. Это гранулы, это спрессованные опилки в топку. Соответственно, он когда надо горит, когда не надо, не горит. Он работает автоматически от нескольких дней до недели, то есть достаточно автоматизированная система и при этом дает дешевое тепло. Оно всего лишь на 15-20% дороже магистрального газа, в два раза дешевле газгольдера, в два с половиной раза дешевле дизельного отопления и в три раза дешевле электричества. Особенно для больших коммерческих объектов, которым требуется большое количество тепла. А для тех, кому интересна эта тема, может скачать наш чек-лист о том, как выбрать самый лучший пеллетный котел по ссылке в описании к видео. Так как же с помощью пеллетного котла наши клиенты сэкономили на всех этапах строительства миллионы рублей? Начнем с первого этапа. Про это я уже говорил. Земля им обошлась дешевле. Второй этап – это получить технические условия. Здесь все оказалось гораздо проще. Не нужно было делать проектное газоснабжение, получать технические условия и долго его согласовывать. Потом тянуть этот газ, подключать и вводить в эксплуатацию. То есть это и по деньгам стало дешевле, и по времени быстрее. Как минимум они выиграли несколько сотен тысяч рублей на проектировании и десяток миллионов на подключении газа. Плюс они сократили время стройки как минимум на год. Причем это оптимистичные прогнозы, потому что, как правило, газ подключают 2-3 года. Двигаемся дальше. Стройка – это небыстрый процесс, который делается за несколько месяцев. Начав строительство весной, все они попали в зиму. Соответственно, зимой они не останавливали строительство, так как использовали пеллетное отопление для того, чтобы обогревать построенные помещения. Так как тепло от пеллетного котла дешевое, то такое решение было рентабельно. Такая возможность сокращает время строительства от 30 до 50 процентов, добавляя возможность строителям 5-6 месяцев в году работать, несмотря на суровые зимние морозы. Еще один важный момент. Во время строительства строительные городки этих объектов отапливались этой же пеллетной котельной. Так как пеллетное отопление в три раза дешевле электричества, то это решение позволило сократить примерно по 600-700 тысяч рублей на каждый из строек за каждый отопительный сезон, в период которого велась стройка. Когда стройка была закончена, котлы из мобильного модуля были перенесены в стационарные помещения, предусмотренные в этих зданиях. Хотя их можно было оставить и в модуле, но это не вписывалось в архитектурное решение. Ввод в эксплуатацию здания также прошел гораздо быстрее, так как не нужно было сдавать в технадзор смонтированную котельную. Она не попадает под проверку. Там было в Яхраме старое советское здание. Оно даже не советское, оно дореволюционное здание. Там вот такие стены из керамического кирпича. Это прикольные красивые лофты, которые вот где-то зачистили, а где-то сделали идеально ровные архитектурные архитектурные элементы. То есть вот эта вот неровность с идеальными ровными линиями очень красиво смотрится. И это здание, наоборот, очень теплое. Перекресток и ТЦ Клен, они это новые здания. Там одно из современных сэндвич-панелей, а второе из правильных материалов. Причем меня удивило, когда нам дали расчет по теплопотерям. Там здание 3,5 тысяч квадратных метров, и теплопотеря всего 105 киловатт. Это очень мало. Мы начали проверять, смотреть, и все правда так соответствует. Просто нормативы стройки в Москве и Подмосковье, ну если еще в регионах можно где-то нарушить, то там очень строго следят за тем, чтобы класс энергоэффективности здания был высоким, и не допускают строительства из некачественных материалов. И, соответственно, там расходы на отопление, на прогрев здания, скажем, на теплопотери, он маленький. Единственное, что там есть горячая вода, там есть вентиляция, поэтому там порядка 400 киловатт тепла надо этому зданию. Но это из них только 105 на отопление. Проблемы были с помещениями в Яхрами, потому что там очень маленькая котельная, мало места и нет возможности разместить необходимое нам оборудование. Плюс, так как это все-таки дом и плюс коммерческие площади, нам нужно было делать горячую воду. Если для какого-то там коммерческого объекта мы можем поставить бойлер, потому что там есть определенный режим, когда им пользуются, то тут водой могут пользоваться в разное время люди. Самое главное, что есть очень большой пиковый спрос там, когда люди утром моются и вечером моются, и пространство в котельной ограничено. Нам пришлось туда ставить решение с высокоскоростным пластинчатым теплообменником, чтобы сделать много горячей воды и быстро. Плюс нам нужна была система рециркуляции, чтобы все полотенцесушители работали. Там была сделана хитрая котельная на несколько котлов, один котел отвечал за горячую воду, один котел за отопление, третий резервный, все они были в единой системе, чтобы можно было, если что, менять местами, чтобы всегда было тепло. Но на этом экономия на пилетном отоплении и выгоды его не закончились, так как при дальнейшей эксплуатации себестоимость отопления пилетами оказалась действительно дешевой и соответствовала тем расчетам, которые мы предоставляли нашим заказчикам. В результате их экономия по сравнению, скажем, с электричеством составила от полумиллиона до двух миллионов рублей в год. Просто одно здание было небольшим, и там затраты на отопление небольшие, поэтому экономия всего полмиллиона в год. А два других здания, это большие здания, у них затраты на отопление на электричестве составляли бы несколько миллионов рублей, а на пилетах всего лишь миллион рублей. Как видите, одно инженерное решение – пилетный котел. и как много выгоды. Знаете, какой самый частый вопрос, который нам говорят наши клиенты? А что, так можно было? Как правило, они либо не знают рупелетное отопление, либо слышали что-то плохое. И только попав к нам, поговорив с нашими заказчиками и клиентами, понимают, что это действительно классная тема, которая экономит кучу денег. Так что обязательно переходите по ссылке в описании к видео на наш сайт и оставляйте заявку. Если хотите сэкономить кучу денег на строительстве, ускорить возврат инвестиций и не морочиться много лет с подключением газа. А с вами был Анатолий Матвеев. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть еще больше видео о современных источниках отопления и способах экономии на нем.